Девушки отдыхают Такая лесная красавица Жена смотрит и говорит Слушай Ну лучше никак, чем с ней Ты иди или выбрасывай, или меняй давай Он хватает елку, выбегает на площадку лестничную Вызывает лифт, приезжает лифт Из лифта выходит пьяный мужик Видит мужика с елкой И говорит потрясающую фразу Брат, а что, Новый год уже кончился? Я это к чему рассказал? Вот что настолько люди не делают, чтобы завязать, друзья мои Кодирование, гипноз Присушка Присыпка Вот Живые примеры в зале Ерунда все это Есть, по крайней мере, одно проверенное народное средство Чтобы наш человек бросил пить Его надо хорошенько напугать Я вам хочу рассказать одну почти фантастическую историю Она как раз связана с лифтом и была перед Новым годом Как-то в последних числах декабря Женщина возвращается домой Поздним вечером После Корпоративной вечеринки Как мне нравится это словосочетание Корпоративная вечеринка То есть то, что раньше называлось простым, понятным словом Пьянка Теперь вот так, замысловатым В Москве, знаете, как говорят Считается, что корпоративная вечеринка удалась Если на следующее утро Каждого сотрудника встречают хохотом и аплодисментами Итак, она спешит домой Поздний вечер Типовая 16-этажка на окраине столицы На восьмом этаже одиноко горит чье-то окно Это кухня местного дворника Где в это время проходит своя корпоративная вечеринка На троих В частности, идет дискуссия на тему Что называть белой горячкой В сторону приходят к мнению Вот если на Уже слышится на Голоса на Из темноты на Эх же белая горячка На Тем временем женщина спешит к подъезду Холодно У нее зуб на зуб не попадает На нее и кота напала Она забегает в подъезд Подбегает к лифту А лифт, он давно отделился от подъезда Он живет своей жизнью Хочет, работает Когда лифт не работает В кабине гаснет свет У женщины давние отношения с лифтом Я бы назвал эти отношения Лютой дружбой Уже был прецедент Когда она на первом этаже Нечаянно опрокинула в шахту лифта Ключи от квартиры Зареванная поднялась к соседям Что делать Ну, русская смекалка всегда выручала Сосед говорит гениальную вещь Говорит, а ты возьми удочку И натяни леску так Чтобы крючок был на самом конце И подцепишь Сказано, сделано И вот она, как последняя дура Стоит в проеме лифта Держит ногами дверь Удочкой пытается выудить ключи В это время в подъезд Входит пьяный мужик Если до этой встречи Он думал, что он трезв То при виде женщины С удочкой в лифте Последние сомнения развеялись Он подходит к ней сзади И участье вас спрашивает Как? Клюет? Но вернемся в ту морозную ночь Нашей героине надо на шестнадцатый Поэтому она подходит к этой кнопке лифта С надеждой Бесполезно Сегодня не ее день Издав крик раненой слонихи Она начинает долгий мучительный подъем наверх Светало Каждую ступеньку она помнила в лицо При этом на каждом этаже Она останавливается Чтобы плюнуть в лифт Бесполезно Лифт мысленно посылает ее все выше и выше На пятнадцатом этаже Не надеясь ни на что Она нажимает на кнопку лифта Чудо! Лифт несется к ней С радостным криком Ну хоть один этаж Она входит в кабину И нажимает на шестнадцатый Двери закрываются А лифт едет на первый На первом двери не открываются И свет гаснет Все, он устал Она туго соображает Что ее делать Сползает вдоль стенки В это время в коридоре Слышны неровные шаги Шаги подходят к лифту И начинает нетерпеливо нажимать на кнопку Женщина без задней мысли Говорит из лифта Да не жмите вы Лифт не работает Пауза После которой слышна реплика Вот сволочи, ах, нет бы лифт подчинить А не автоответчик подставить Шаги уходят в темноту Так проходит пара часов Так проходит пара часов Женщина пытается задремать Что еще делать Через пару часов на площадку восьмого этажа Выходит дворник, собираясь на работу Нажимает на кнопку лифта Чудо! Лифт несется к нему Не догадываясь, какой подарок ему готовит проведение Дворник входит в кабину И не замечая никого, нажимает на первый Двери закрываются И свет гаснет Дворник начинает изступленно колотить по стенкам С криком Ну хоть бы одно мурло проснулось Когда слышит голос из темноты А я не сплю Холодея от ужаса Дворник спрашивает темноту Кто здесь? Знаете, такие совпадения случаются Наверное, раз в столетие Она решила пошутить Говорит, кто-кто? Белая горячка Я держу пари Вы не отгадаете, что сказал дворник В следующем мгновении Он спросил Вы ко мне? Женщина А что, здесь еще кто-то есть? Дворник Мы вас только что вспоминали Женщина Да, мне икалось А у дворника с собой лопата была Он начинает размахивать ее в темноте С криком Уйди, нечистая На что женщина резонно отвечает Я бы рада, некуда С тех пор прошло два года Дворник не пьет Правда и лифтом не пользуется Так что правильно говорят Шок Это по-нашему Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова